Сейчас мы начинаем. Десяточки, спасибо огромное, спасибо всем, кто пришёл сейчас к нам, кто вообще посещает вот наши мероприятия. Я благодарна каждому участнику. Сейчас попробую включить камеру. Если вдруг интернет не самый быстрый здесь, но тем не менее, если вдруг будет зависать и не получится... Меня, может быть, сейчас и видно. Ещё раз здравствуйте. Но если вдруг зависает, вы, пожалуйста, предупреждайте. Я тогда переключу, выключу трансляцию и просто переключу на фотографию. Итак, у нас сейчас очень интересная тема. Приближается крещение. Для меня это всегда такое время, сакральное, может быть, и таинство, таинство природы. И каждый раз это настоящее чудо природы, его упустить нельзя. Вы знаете, как наши предки, они всегда все вот эти моменты очень чувствовали и очень знали. И можно, если жить в таком ритме природы, то каждый раз ты получаешь определённый заряд. Я бы сказала, такой божественный, если правильно к этому относиться. Ведь мы можем быть свидетелями вот этого чуда, превращения, структуризации воды. Да, она становится один раз в год необычайно целебной. Это уже признали все, от мала до велика. С религией это никак не связано. Ну, хотя, может быть, для кого-то именно важно связывать это событие с крещением, хотя есть разные толки, и у славян тоже был свой подход, и у христиан есть свой подход к этому делу. Связываю с прекрасным творением Бога, который каждый раз являет нам, и Матушке Земли, который каждый раз являет нам вот это чудо. И мы с друзьями, мы ездим на родник, в лес, в такое глухое место, он выхоженный, но мы очень любим этот родничок. И там, там как купелька есть, мы пробиваем лёд. И даже, когда самые-самые трескучие морозы, ещё, помню, у меня не было машины, ни у кого не было из наших ребят машин, мы ходили пешком, вот доезжали до конечной остановки, где только могли, и пешком шли к этому месту, окунались три раза, с головой нужно окунуться. Это считается, что человек, посвящённый, сказал, что если ты находишься в каком-то святом месте, почему нужно три раза с головой говорить, даже волосиночка не должна остаться на поверхности, потому что если есть какие-то тёмные энергии, они присутствуют в нашей жизни, не без этого. Мы как раз очищаемся от них, как он сказал, лявры. И нужно три раза окунуться, чтобы ни одна сущность, ни за волосок не зацепилась. И, конечно, здесь очень важно вот этот божественный настрой. Кто-то читает молитву, это здорово. Кто-то от Души благодарит водичку, просит здоровья, просит благости, просит обновления, оживления. И каждый раз это чудо потом необычайное просто. Я не могу передать, кто нырял, тот, наверное, знает. Вот это такое состояние. Кажется, потом что-то необычное с тобой происходит. Ты летаешь, ты на каком-то подъёме. Но я не хочу сильно задерживать эфир, потому что я с удовольствием с вами поговорю о своём опыте. И у нас сегодня ещё гость, который исцелился благодаря холодной воде и от заболеваний. Ему давали, не давали вообще никаких шансов. Но, тем не менее, у него это получилось. И сейчас... В очередь я хочу сейчас, секундочку, поставлю презентацию. Чуть-чуть подтормаживает. Я хотела бы, конечно, сейчас с вами поделиться не только своим опытом, но хотела сейчас представить наших мастеров. и в первую очередь сейчас хочу предоставить слово Эдуарду Александровичу Питюку, исследователю, писателю. Презентация моя зависает. Что-то даже появляется. Ну ладно. И с удовольствием предоставляю ему слово. Дело в том, что он в своё время основал целую экспедицию. Сейчас об этом сам расскажет. Это невероятнейший человек. Его книги в своё время стали битселером. Сама я его узнала, читая с удовольствием. Меня просто приносили люди, рекомендовали. Я сама влюбилась в многие публикации, брошюры, книжки, которые печатала издание Толока. Много его публикаций. Было очень интересно, захватывающе. И сейчас он является руководителем центра. Очень много, конечно, у него заслуг. Об этом я и раньше говорила на наших встречах. Но сейчас хочу скорее передать слово, потому что вечер у нас такой очень информативный. И хочется, чтобы вы его провели не зря. Дорогие друзья, добрый вечер. Рад вас всех приветствовать сегодня на нашей встрече. Давайте мы изначально проверим качество связи. Я попрошу всех поставить чат в цифру 10, если вы хорошо меня слышите. Проверим сейчас обратную связь. Если связь у нас хорошая, значит будем начинать. Жду от вас обратной связи. Так, вижу в чат пошли десяточки. Значит вы меня и видите, и слышите. Замечательно. Да, Диана пишет, что слышно отлично. Я постарался, чтобы сегодняшняя наша встреча прошла с максимальным качеством связи. Итак, давайте для начала мы с вами определим, кто из присутствующей аудитории со мной не знаком, а кто меня уже знает. Поэтому, пожалуйста, поставьте в чат минус, кто меня видит первый раз. Ну и, соответственно, плюс, кто уже сталкивался когда-то с моими материалами, либо с моими лекциями. Проходил когда-то у меня обучение, либо читал мои книги. Что я понимал, какая аудитория со мной знакома, какая нет. Так, плюс, минус, минус, плюс, минус, плюс, плюс, плюс. Хорошо. Не будем тогда дальше тратить наше драгоценное время. Я тогда представлюсь для тех людей, которые со мной не знакомы. Позвольте мне не расписывать, особенно, там, каких-то своих регалий, дипломов. Я обойдусь без короны. Я просто скажу вкратце, что я занимаюсь исследованиями. Область исследований – это естественного знания, это психология, это медицина, медицина – природная медицина, включая восточную медицину. Если хотите, то есть мои исследования, они также граничат с направлением таких, говорится, пограничных знаний, приближенных к области биоэнергетики, но только научной биоэнергетики. То есть не не те какие-то фантазии, которые витают у некоторых людей в головах, а то, что можно, в принципе, доказать, во всяком случае, каким-то образом измерить, и приборным, любым другим, неважно, чтобы мы могли с вами четко, ясно понимать, что это действительно существует, и, как минимум, что с этим делать. Потому что фантазий у нас много, интернет пестрит огромным количеством всевозможных сказок, не только сказок, поэтому в этих вещах я просто люблю более такую точную вещь. Но я не ортодоксальный ученый, чтобы вы понимали, то есть у меня нету таких, как бы, четких законов, которые плавают исключительно в нашей официальной физике, химии, там, естественном связанном. Я достаточно открыт к различным знаниям, которые позволяют мне мой багаж постоянно накапливать. Ну что же, хорошо. Значит, ну, в принципе, я думаю, то есть вы поняли направление моих, моей работы. Что еще? В прошлом я был владельцем и главным редактором всероссийской газеты «Лекарь» и с 2004 года по 2008 занимался разработкой системы, которая использовалась в лечении достаточно известных людей, олигархов, чиновников и звезд нашей эстрады кино в подмосковном спецсанатории. Я думаю, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы составить обо мне какое-нибудь элементарное представление. Хорошо, заканчиваем с моим резюме. Переходим теперь к делу. На самом деле, тема воды, она очень обширна. Естественно, за сегодняшний вечер мы ее осветить не успеем. И моя задача сегодня вам рассказать и какую-то общую информацию, и более прицельную, то есть полезную практически, независимо от того, придете ли вы на мое платное выступление, то есть платный вебинар, либо не придете, то есть я всегда стараюсь сделать так, чтобы люди, которые меня где-либо слышат, видят, они получили какую-то пользу. Не просто словесные какие-то вещи, а и практическую тоже. Итак, первое. Водой я начал заниматься, интересоваться в 99-м году. И дело в том, что вместо моего жительства, это город Липецк, недалеко здесь, буквально в 60 километров находится город Задонск, и данный город, он чем знаменателен, в этом регионе находится место с мировым именем, известностью. Это Галича гора, это заповедник, которого нет нигде больше в мире, единственный такой заповедник. Почему? Потому что здесь еще остались реликтовые растения, реликтовые ископаемые. Как это получилось? Когда шел ледник, еще до исторических времен, он уничтожил все вокруг, а вот на вершине этой горы все осталось. То есть, там осталась флора непосредственно еще того времени, практически того времени. То есть, в этом месте существует то, чего нет вообще ледника. там более 50 разновидностей разных растений, которых нигде больше нельзя встретить. И практически каждый год ученые, причем со всего мира, собирались именно в этом месте, проводили исследования различного рода экспедиции. И, грубо говоря, я был не исключением, также сделал небольшую группу, и мы отправились именно на эту галичу корпу. И сама история, которая приключилась дальше, на самом деле, она дала начало, то есть, толчок всей моей дальнейшей работы в отношении воды, заключалась в следующем. Когда мы шли этой экспедиции на данное место, один из наших участников, так получилось, он упал, повредил ногу, места такие дикие, под кусочек упал сильно. Нога распухла, идти дальше соответственно уже он не мог, мы разбили маленький лагерь, разожгли костер, и вот на этот огонь наш, на наш костерок вышел человек, пожилой такой, дедушка с двумя огромными флягами с водой, попросился там посидеть погреться, но ночью хоть и лето, все равно ночь холодная. Человек опустили, разговорились, звали его Захар Матвеич, иначе не увидел нашего беднягу, который сидел там облокотившись от дерева с вытянутой ногой, до мозги совсем хворый, нога действительно распухла силу, значит, у кого-то попросил из наших полотенца, открыл эту флягу, намочил полотенце водой и обмотали эту ногу. Ну, собственно, свойства холодных компрессор никто не отменял, я особенно на это внимание не обратил. А вот когда наутро от вот этого всего отека не осталось и следа, вот тогда действительно у меня настолько сильно выросло чувство любопытства, то есть, к тому, что же, собственно говоря, сделал этот человек, он у нас, в принципе, он с нами ночевал, почему? Потому что ему до деревни, он жил не в самом Задонске, а в деревне, нужно было еще достаточно далеко идти, поэтому он остался с нами ночевать. И вот наутро мы все наперебой стали просить его рассказать, а точнее, то есть, показать, где он эту воду брал. Он упирался, он упирался, я потом понял, почему он упирался. Дело в том, что родник, где он набирал эту воду, его знали очень малое количество людей, там буквально единицы. Этот родник нашел его дед, который, в принципе, был егерем, там еще при царе батюшке. А почему место было такой редкой родник? Он пробивался только два раза в год. Один из них, это день как раз крещения. И нашел он его по чистой случайности, поскольку он был егерем, то он постоянно преследовал зверя. И животные этого региона, они четко, ясно знали, когда этот родник из земли пробивается. и естественно туда приходили на водопоре. И вот он просто обратил внимание, что периодически тропы зверей зимой, следы остаются не только зимой, вот они натоптаны и колоссальное количество в какой-то определенный временной период, естественно, который совпадал с этим источником. Он решил проследить, то есть он же ждал, то есть, когда это звери выйдут, дичь получить. И вот он случайно нашел, то есть этот родник, куда эти звери ходили. Причем они ходили не просто так, то есть не просто там воды попить раз в год, а туда ходили именно больные звери, то есть которые чувствовали, что им нужна помощь. И соответственно они выздоравливали. Естественно, не от всего на свете, но видимо достаточно большого количества проблем. И вот это вот его прадед, то есть он начал набирать оттуда воду, естественно, поскольку только два раза в год пробивается этот родник, то ограниченное количество времени. Но тем не менее, значит, он этой водой, он бросил егерство, то есть перестал охотиться, он начал врачевать людей. Причем делал-то только вот этой водой, больше ничем. У него в тревелюшке, у кого его хаты, стояли люди именно в преддверии, то есть вот вот этих вот двух дней, то есть он запасал насколько можно было этой воды, для того, чтобы потом ее раздавать людям. почему знало об этом роднике очень маленькое количество людей, потому что он не хотел об этом рассказывать по причине того, что наблюдал, как умирают родники от достаточно сильного и варварского отношения людей к ним, а именно. Понимаете, у нас у многих людей, к сожалению, такая вот тенденция, что нам хочется всего как бы побольше, да, я сам даже наблюдал, когда в источниках, причем святой источник, целебный источник, люди кидают ведра, бетоны, немытые, то есть там этих людей много, очень много, то есть черпают этой воды, не зная, сколько им этой воды надо, в общем, уже был случай, когда этот источник ушел, как бы и не возвращался по роли вообще, а обычные родники, если с ними варварское обращаться, они, во-первых, захламляются, и некоторые из них также умирают, то есть просто они прекращаются, вода больше не поступает и уже не возвращается, зная о том, что происходит, он категорически был против показывать, где находится этот источник, почему мне показал, не знаю, почему, но не только конкретно мне, вот нашей группы, у нас там было 4 человека, и я просто пообещал ему строго насторка, что я больше никому его не покажу, я это обещание сдержал, как бы мне это, чего бы мне это не стоило, потому что меня завалили буквально письмами и звонками с редакцией газеты Народный доктор, когда там была размещена статья про этот родник, люди Христом Богом то есть просили, где, покажите, там чуть ли не автобусами собирались приезжать, но я свое обещание сдержал, правильно поступил либо неправильно, то есть судить, как бы не мне судить, а вам и общественности, то есть, но я как бы перед этим вот человеком я чист. Значит, почему я про это рассказываю? Как раз эта тема, потому что она связана именно с водой и с тем отношением, которые мы, собственно говоря, к этой воде предъявляем. И то, о чем я буду рассказывать на своей лекции непосредственно завтра, касается как крещенской воды, так и, в принципе, немножечко воды векса в целом. А вот, что я бы хотел на этой лекции рассказать, в первую очередь, конечно, что вообще такое крещенская вода, то есть, почему и как вода становится крещенской, потому что очень много на эту тему различных суеверий, да, вот сегодня Оксана говорила по поводу, насколько действительно связано крещение, точнее, свойства крещенской воды с самим праздником, то есть, момент, когда Иисус Христос крестился, то есть, в этой воде его погружали, да, связано или не связано. Вот там есть очень много тонкостей, это во-первых. Второе, я детально и подробно расскажу, как эту воду собирать, как ее хранить, что это очень немаловажно, потому что, согласитесь, обида, да, то есть, когда человек набирает вот эту вот целебную воду и не зная, как ее хранить, ну, обычно как, набрали что-то, там, баклажку, какую-нибудь бутылочку, поставили, вот она стоит. Не всегда, в большинстве случаев, она может не сохранять свои свойства уже по истечении недели, если в таком состоянии вы ее просто будете хранить, я вас уверяю. То есть на это есть определенные причины. Поэтому для того, чтобы эта вода и любая другая, если она целебная, либо ладает какими-то другими свойствами и качествами, и вы хотите, чтобы она у вас сохранилась, вот для этого обязательно нужно знать, как ее сохранять. Я об этом подробно расскажу. В этом убедились очень многие люди, включая и ваш любимый организатор Оксана. То есть она в этом тоже убедилась, то есть в этом методе, как ее хранить, эту водичку, не только это. Поэтому это не голословное утверждение, это практика. Практика еще раз практика. Это мы рассмотрим. Дальше я расскажу, как правильно пользоваться крещенской водой, потому что тоже не все понимают, насколько мы можем получить от нее действительно потрясающие свойства и силу, если правильно будем использовать. Просто налить стакан воды и выпить, но я скажу, что от этого вы получите процентов 25-30 только лишь тех качеств, которые могли вы получить, если правильно это делать. Раньше об этом знали в старые времена. Причем не обязательно люди понимали, почему именно так. Но вот они сохранили свои традиции, и, к сожалению, потом мы их утратили. Мне их удалось восстановить. Причем и восстановить, и доказать, то есть на практике, почему это именно так. Во всяком случае это получают все. То есть результат получают абсолютно все. Неважно, человек верит в это, не верит, к вере отношения не имеет. Работает всегда. Далее. Значит, я расскажу, кто такая сестра крещенской воды. Да, именно. У крещенской воды есть сестра. То есть это тождественная вода, которая имеет противоположные свойства. Но когда эти две воды объединяются, я расскажу, как это сделать и что из этого в конце концов получается. Так вот, когда происходит вот это объединение, сила этой объединенной жидкости либо прием этих объединенных вод по очереди получается такая, которая несравнима ни с одним другим видом жидкости источников неважно. Это тоже проверено. Это считайте как принцип батарейки. Батарейка имеет плюсы и минус. Вот то же самое. Два типа противоположных по свойствам воды это то же самое, что плюсы и минусы батарейки. Если в батарейке не будет минуса, соответственно, либо плюса, то есть она у нас работать не будет. Для того, чтобы у нас шло движение какое-то, неважно какое-то движение, жизненной энергии, циркуляции крови, движение импульса по нервной системе, по нервным волокам, должна быть разница потенциала. То есть берем отрезок, мы говорим допустим об электрическом проводе, на одном конце провода должно быть тока меньше, на другом больше. Вот тогда он начинает течь. Больше, меньше. Вот то же самое здесь. Если у нас в организме не хватает какого-то либо заряда, пускай назовем это заряд, значит соответственно там образуются различного рода застойные процессы. То же самое в отношении воды и качества других веществ, неважно что это, должна быть разница потенциала всегда соблюдаться. Есть разница потенциала, будет движение, будет жизнь, будет здоровье, все остальное. Нет этой разницы, соответственно не будет всех вот этих вот качеств. Значит вот эта вот сестра крещенская вода, она как раз дает тот второй заряд, а именно плюс крещенская вода, она минус. А вот сестра ее, она плюс. То есть тот заряд, который необходим для получения вот этой целостной системы. Вообще на самом деле это очень уникальная вещь, она связана с хронобиологией, но я не хочу сейчас вам забивать голову, иначе вы полетите дальше, 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 а нужно, чтобы вы сейчас были сосредоточены именно конкретно на этой теме. Значит, самый, наверное, интересный пункт, который будет в моей лекции, это я расскажу, каким образом вы, абсолютно любой человек, даже ребенок 7 лет, сможет своими руками за 10 минут, это максимум действиям, сделать вводный активатор, что это такое? Это такое незатейливое устройство, которое вам обойдется в сумме максимум рублей 150, 100, 150, от 50 до 150 рублей, скажем так, с помощью которого вы сможете в любой день, независимо от сезона года, через 40-60 минут, после того, как вы нальете туда воды, любой воды, абсолютно, вы получите воду, эталонную крещенскую, причем не бутафорию, а именно точно такую же, как и в крещении, ничего не надо разбавлять, добавлять, мешать, налили, подождали 40 минут, оно постояло, все, у вас в этой емкости получилась вот эта вот вода. Единственное, как бы, какой нюанс, точнее, два нюанса, нужно будет сохранять физическую целостность этого активатора, то есть, если он у вас упадет, соответственно, к сожалению, все эти качества для вас будут уже недоступны, и сделать его можно только в день крещения. С этим тоже связаны определенные условия, которые, опять же, заточены под наши астрономические каноны, там просто определенный тип излучения в этот день происходит. Поэтому, пользуясь именно вот этим вот моментом, мы имеем возможность делать такие вот активаторы. Еще раз повторяю, доступность его изготовления ребенок 7 лет и выше. Ну и, соответственно, стоимость для покупки расходных материалов, я уже сказал, там, от 50 до 150 рублей. Повторять его вы можете, хотите, хоть каждый год. Условия использования элементарные. Налили воды, постояло, выпили. Все, налили другой, если потребуется. То есть, по сути, это достаточно элементарная, но очень практичная вещь. Чтобы вы понимали ее ценность, потому что я сказал, расходный материал 100 рублей, да, но можно подумать, что это ерунда какая-то. Так вот, чтобы вы понимали ее ценность, я вам скажу, что технические приборы, которые у нас сейчас существуют на рынке, позволяющие переносить свойства одного какого-то вещества на воду, на гомеопатическую крупу, которую используют гомеопаты, это молочный сахар. Так вот, такие приборы стоят от 350 тысяч рублей. Это самый такой плохенький. А в стационарном варианте это 500 тысяч рублей, ну и дальше. Так вот, я думаю, что услышал, допустим, цену даже в 350 тысяч рублей по сравнению со 100 рублями, да, то есть, я думаю, вы задумываетесь, во всяком случае, насколько вы можете получить какой интересный инструмент и пользоваться им дальше, хоть всю свою жизнь, бесплатно, в свое удовольствие. Значит, как я обещал, что, чтобы моя лекция сегодня не была конкретна только в виде каких-то пустых слов и обещаний, я вам сейчас расскажу одну практическую интересную вещь, которую вы также сможете применять на пользу своему здоровью, а именно, это вихревая вода, я так ее назвал вихревой водой, почему? Потому что ее изготовление предполагает создание вихря, этот вихрь вы можете создать в обычном блендере, то есть, все, что нужно сделать, это просто налить воду в блендер, блендер желательно со стеклянным все-таки кушином, такие, знаете, стационарные блендеры, конечно, блендеры погружные, но здесь просто есть один, опять же, момент, такой, нюанс, движение, то есть, кручение воды в этом блендере должно быть по часовой стрелке, то есть, вот так вот, поэтому те блендеры, которые имеют формат погружных, у них просто бывает, что они в одну сторону могут крутить, могут в другую, то есть, это просто нужно учитывать, а вот блендеры, которые, такие стационарные просто чаши ставится и там винт внизу вот они практически все у них момент вращения идет по часовой стрелке такой смешной случай я на одной из своих лекций рассказывал про эту вихревую воду и женщина не имея как бы не блендера невозможно купить ну человек на пенсии сами понимаем что люди на пенсии ограничены своих средствах до начала мне потом написал она не благодарил это огромное спасибо я пользуюсь вашей вихревой водой у меня прошли головные боли жестокие мигрени которые последние три года мучили там же какие-то тоже проблемы решились две без блендера ваш обошла сервера что же сделать а я горит у своего супруга шуруповерт брать взяла вот такие электрические вещи а у него это еще дрель была я сначала гадрель попросил он не дал то есть просто-напросто человек взял эту электрическую машинку до хлеба дыре либо шуруповет она туда вставила такую деревянную лопаточку попросила он ездил нужно в принципе даже купить просто такая такие есть насадки для как раз погружных то есть блендеров металлические венчики сбивает здесь уже ваша фантазия на что угодно может рассчитывать крутить в патрон то есть этого шуруповерта либо этой дрели то есть погрузили включили кнопку то есть у вас это дрель все дрели естественно крутятся по часовой стрелке но у некоторых есть функция там переключение обратное но это уже такие достаточно извини за выражение навороченных инструментов а так они все крутятся по часовой стрелке поэтому здесь не ошибетесь так вот все что нужно это либо опять же повторюсь блендер у которого винт крутится по часовой стрелке либо вот такой вот какой-нибудь любой инструмент либо шуруповерт на батарейках либо дрель обычной которая подключается у вас к розет погружаете все это в воду значит смотрите для того чтобы у вас все это прошло нормально значит соответственно если вы будете использовать не блендер какие-то опять же шуруповерта либо дрели значит емкость в котором вы это будете делать она должна быть во первых не металлическая сразу пускай это будет либо пластик либо стекло ли стекло то есть толстая но можно до банку но опять же вы должны это все держать нормально для того чтобы вас это не про голове не бегала по всей банками разбился естественно с блендерами все гораздо проще значит сколько воды вам необходимо взбить но все раз зависит от объема блендера я рекомендую где-то ну стакан грамм 300 наливать больше не надо потому что при образовании вот это турбулентности торнадо вот это вода то есть вода она подымается она увеличится в объемах расходится по стенкам сверху если посмотреть когда образуется вот это вот торнадо вроде пустая воронка то есть там воздух условно вот на самом деле него то есть здесь вы должны учитывать объем небольшое значит включать примерно на минуту то же самое в отношении дрели либо шуруповерта минуты будет вполне достаточно после данной процедуры ваша вода во многих случаях начнет трещать то есть издавать такой трескучий звук это схлопываются пузырьки которые там образовались поэтому пускай это вас не удивляет а если эту воду пропустить на определенном приборе там спектрометр посмотреть то начнет светиться прям смысле этого слова она светится а теперь объясняю что это то есть что в конечном итоге получается при создании такой вихревой воды и какую пользу она приносит организм дело в том что если вы обратите внимание наверняка обращали просто не задумывались вот река когда течет да вот с одного берега всегда растительность пышная а за другого берега навсегда почему какая-то такая жухлая кто-нибудь знает ответ почему напишите пожалуйста чат так извините я не наблюдал за чатом я вижу что у нас в чате здесь посыпались вопросы и я эти вопросы упустил поэтому я прошу огромное прощение аудитории последний вопрос который мне доступен начинается с вопроса григория поэтому давайте так сейчас минуточку я сейчас просто отвечу на вот эти вот вопросы потому что неправильно было бы упускать эту возможности людей оставлять без ответа а вы пока подумайте почему у нас на одной стороне реки растительность пышная а на другой она не очень так вопрос григория пояснить пожалуйста насчет календаря это очень важно так как обесценивает некоторые суждения из лекции григорий я ваш вопрос не совсем понял что значит объяснить пожалуйста насчет календаря что конкретно вы имели ввиду что вам насчет календаря необходимо объяснить вера корченцев это живая и мертвая вода и сказок ну да можно сказать так как раз живая и мертвая вода и сказок именно она живая и мертвая вода а не та вода которую сейчас очень часто рекламируют при получении в приборах электролиза да когда два электрода включаем в розетку у нас получается аналит и каталит бред щелочная кислотная это живая и мертвая вода неживая мертвая вода никогда и не было это химическая вода более того то есть все зависит еще от электродов процессе вот этого электролиза идет окисление электродов и такие вещи можно проводить только в случае если вы уверены в стопроцентном качестве воды потому что если там находятся какие-то нежелательные элементы то они после этого электролиза вашу кровь зайдут извинить как с добрым утром так есть берег плюс берег есть минус берег заряженная ход мысли правильный так может влияние король и свое ускорение тоже близко так иисус ходил воду 6 января не 19 разница глянская совершенно верно разница в календаре но опять же вы не забывайте что вы только что это с вами ответили на вопрос старый новый стиль то есть это он это нужно учитывать и во первых я не говорил о том что наше крещение напрямую связано с схождением иисуса греку иордан точнее что именно свойство крещенской воды с этим связано я как раз об этом не говорил я это не утверждал как раз наоборот крещенская вода было было всю нашу жизнь жизнь земли и иисус когда он крестился это не имел никакое отношение к его свойствам она уже была такая миллионы миллиардов лет подряд так может влияние конец к ускорению читал так берег левый и правый хорошо ну скажем так комплексно георгий я говорил не про астрологию не путайте пожалуйста астрологию и астрономию и астрофизику это абсолютно разные вещи значит смотрите вера вы спрашиваете делается прибор только 19 января в церкви крещение длится три дня значит прибор можно сделать на протяжении полутора дней почему потому что в эти дни как раз пик того явления которым я буду говорить на своей основной лекции церковь не зря проводит именно обряд праздник длится три дня я тоже буду объяснить почему на своей лекции георгий разберите с календарем это гораздо проще чем астрономии и астрологии спасибо огромное георгий за пожелание обязательно его учту но я вас уверяю что я данным давно разобрался как с календарем то есть наши старого и нового стиля такие с другими календарями которых возможно вы даже и не слышит никогда я не отбиваю себе наглую корону но для того чтобы парировать подобные вопросы вы хотя бы их компетентно задавайте то есть не придумывайте то чего нет на самом деле то о чем я не заявлял я об этом и не заявлял поэтому давайте мы не будем здесь устраивать распределить если вы хотите со мной поспорить то вы можете это сделать любой момент но отдельно от тех массовых выступлений которые ведутся потому что сейчас люди пришли слушать немножечко другой материал они ваше как бы обращение мою сторону то есть и спор относитесь пожалуйста уважительно той аудитории которая находится рядом с вами я надеюсь вы это осознали и поняли я вас заранее в этом блоге дарю значит дальше вопросы значит давайте не буду оставить и отвечу почему действительно с левой и с правой стороны у реки немножко разная растительность дело в том что если опять же внимательно присмотреться то поток воды а именно турбулентное вращение оно разное около одного берега идет вращение в одну сторону а около другого в другую вот эти вот вихревые потоки они имеют упрощенный варианте объяснения свойства что то что у нас вращается по часовой стрелке идет накопление потенциала сгущение концентрации как хотите так и называют а вот то что идет про часовой стрелке то есть процесс рассеивания и соответственно то есть то место тот берег где турбулентная идет по часовой стрелке там идет накопление чтобы по-простому было пускай энергии к и так я скажу и естественно то растительность который там находит находится она имеет возможность полноценно жить точнее жить намного комфортнее и быстрее расти чем ее коллеги на противоположном берегу ну а те кто на другом берегу и немного лица не повезло в этом плане ну природа есть лица природа так вот образование турбулентной воды домашних условиях том же самом блендере она повторяет некое подобие некий процесс который вы наблюдаете в природе получают это правосторонние этот поток то есть вы насыщаете воду определенным зарядом для тех кто любит физику и точное объяснение возможно как раз у начать есть григорий он любит более точные вещи значит я расскажу специально для него как это происходит во время гидроудара потому что идет у нас биение воды о стенке непосредственно сосуда да то есть происходит гидроудар подобные вещи также происходит водопадах когда вода бьется камни разбивается образуется микродисперсные частички во время биения но это в частности водопада здесь как бы таких частичек не образуется но создается такой процесс называется процесс кавитации вот этот вот образуются пузырьки которые схлопываются и дальнейшее скажем так вот этот вот процесс скажем так не хаотичный даже как ядерная у нас говорится физики то есть он цепной цепная реакция вот при этом гидроударе происходит разрыв водородных связей ради нас вода состоит из кислорода и водорода происходит разрыв кислородных связей то есть и в воде образуется больше водорода чем кислород все она получает о в п окислительный восстановительный потенциал со знаком минус то есть он растет у нее и фактически у нее качество то есть они преобразуются уже моментально мгновенно чтобы для себя это наглядно как выяснить и проверить вам достаточно просто этой водой поливать хотя бы домашние растения вы сразу поймете в чем отличие обычной воды от вот такой вихревой если вы будете каждый день хотя бы по полстаканчика выпивать такой воды это будет для вас тонус лучше чем 10 чашек кофе причем без без побочных каких-либо эффектов единственное учтите что естественно вечером такую воду я вам пить не советую потому что тогда у вас возможность наступить наступит бессонница и здесь просто четко ясно нужно соблюдать правило одно что не перебарщивать есть условно объем полстакана стакан то вполне будет достаточно ну единственное что еще если у вас стадии какого-либо заболевания в обостренной форме острых да вот тоже такую воду пить нежелательно иначе то есть эта фаза может разрастись еще сильнее потому что вы посредством этой воды получаете просто-напросто еще лишний заряд то есть потенциал дополнительный который отражается на мембранах клеток это уже более такие то лица тонкие вещи поэтому здесь будьте просто повнимательнее сделайте попробуйте на себе ощутить ну собственно говоря я свою часть водное выступление закончил сейчас перед вами будет уступать другой специалист я думаю он то точнее да она даст вам не менее интересную информацию более чем уверен ну и дальше будет еще третий год который оксана любезно пригласил на на эту встречу а я с вами прощаюсь до завтра во всяком случае с теми людьми которые не придут там на мою лекцию кто пройдет завтра значит я буду рад вас всех видеть на на своем завтрашнем выступлении всего вам хорошего так а про прибор евгения при про прибор я буду рассказывать завтра всего доброго до свидания благодарю эдуард и так с нами был сейчас эдуард александрович витюк автор 12 книг на тему природной медицины исследователь специалист в области натуральной медицины разработчик системы реабилитации формулы жизни и я я кстати так получилось что первое мое знакомство такое онлайн было в то время когда наверное это как раз год назад и и получилось так что как раз приехала в гости к своему близкому человеку и ушла онлайн-трансляция платный такой вебинар мне очень понравилось я засела послушала и поняла что я хочу сделать этот прибор загорелась но и действительно мне он очень понравился я говорю вот положа руку на сердце год пользовалась этой водичкой и мне очень понравилась энергия воды вот жива я и оживляла другую воду и здорово я думаю что те кто потом будут на лекции эдуарда с удовольствием очень очень совершенно просто все делается и очень так интересно а сейчас я с удовольствием представляю вам Ольгу Олеговну Ольга Олеговна Спиридонова для тех кто не знает у нас я знаю новички сейчас есть она имеет два медицинских образования провизор второй категории специалист по фитотерапии в традиционной эрудической медицине травмница с 25-летним стажем все представляю слово потому что не хочу занимать эфир добрый вечер Ольга добрый вечер девочки мальчики очень приятно что сегодня мужчин много обычно женщины посещают эти семинары ну как бы вот будет такое сбалансированное общество как взаимодействие живой и мертвой воды если меня слышно пожалуйста поставьте плюсики в чате что касается по какому времени и сколько воды набирать я вот не знаю будет Эдуард об этом завтра рассказывать или мне сейчас ответить потому что столько вопросов на эту тему вообще я хочу вам что сказать вода это удивительная среда удивительная структура несмотря на то что она нам всегда доступна она у нас всегда есть вы не представляете насколько много тайн она в себе содержит начать с того что мы с вами ну при рождении на 90 с лишним к старости на 70 процентов состоим собственно говоря из воды и тем не менее мы как-то об этом не задумываемся если кому-то интересно и в интернете можно конечно найти много материалов по поводу воды я была удивлена когда узнала что в наше время когда есть институты физики институты ой как приятно что здесь знакомые есть здравствуйте вера вера есть оказывается международные институты посвященные изучению воды вот этой простой жидкости которую мы безбожно выливаем из крана которую пьем на которой готовим еду который моемся собственно говоря из которой мы все вышли оказывается вот эта вот формула h2o которую мы все учились времен школы по химии на самом деле не так уж и проста вода это единственное вещество на земле которое может пребывать в трех состояниях агрегатных да в виде воздушного состояния пара в виде жидкости собственно говоря воды и в виде твердого состояния льда но даже это не самое удивительное самое удивительное то что вода это единственный всепланетный всюду проникающий источник сохранения и передачи информации который был придуман за миллиарды лет до интернета обычная водичка прозрачная водичка она умеет воспринимать сохранять передавать информацию и энергию и в общем то я ничего наверное такого сверх потрясающего не скажу почему потому что многие наверное слышали про то как воду заговаривают нашептывают сливают нам рекомендуют принимать душ после какого-то стресса или неприятности чтобы смыть себя эту неприятность а как она действует а можем ли мы ей управлять вы знаете раньше в каждой деревне любая бабушка шептуха умела это делать и собственно говоря я думаю что любому из вас если потренироваться тоже возможно это будет делать пускай не с первого раза пускай после определенной тренировки но это будет возможно всех кто придет ко мне на лекцию я бы попросила взять с собой во-первых блокнот с карандашом или с ручкой и стакан чистой воды мы будем с вами прямо на месте экспериментировать и я вам в общем то расскажу нехитрые приемы заговаривания воды упражнения для развития в себе энергетики для заговаривания воды и в общем то я подскажу вам каким именно образом мы можем воздействовать на свою жизнь на жизнь своих близких на воспитание детей на отношение к нам любимых на выращивание растений на снятие стрессов и все при помощи воды обычной воды при помощи вот этой вот вековой глубинной самой таинственной субстанции возможно вы помните миф о том как был у нас потоп да были допотопные времена люди стали грешны и что сделал господь сорок дней или сколько там два года до этого было по моему засуха что вся вода иссохла земля потрескалась и после этого пошел ливень который шел очень и очень долго по эзотерии в эзотерических источниках пишется что господь заменил воду постаравшись заменить таким образом грешное сознание людей на более чистое более правильное возможно это так изучить это сложно и в общем то вода действительно может пребывать в разных состояниях она очень легко набирает в себя энергию от любого звука и тут вот есть еще одно очень тонкое место и тайна воды почему так плохо ругаться матом оказывается вот эти вот слова которые вроде бы иногда у молодежи каким-то шиком выскакивают у мужчин и вовсе половину языка составляет особенно где-то там вот когда тяжелый физический труд или армия оказывается мат программирует воду в том числе и ту из которой состоим мы на аморфное совершенно без структурное нетворческое состояние она становится грубо говоря ну амебой такой ничем совершенно не способным воспринимать что-то красивое что-то хорошее что-то ласковое и в то же время добрые слова слова надежды вдохновения структурирует воду красивые тонкие изящные структуры мы с вами обо всем этом поговорим на тренинге как заговаривать воду вот просто поставить ее перед собой сказать формулу да я вот хочу чтобы мой ребенок выздоровел или я хочу чтобы меня полюбил там вот мужчина такой-то но если бы было все так просто мы наверное все вы с вами уже были колдунами и колдуньями или там волшебниками или волшебницами на самом деле нужно уметь соединять уровни звука звука который воздействует на воду кто-то из вас пробовал соединять энергетику звук и воздействие на воду напишите пожалуйста в чате что-то эдуарду столько много вопросов задавали мне прям таки тишина в чате не интересно или или то чем я рассказываю наоборот известно всем а как уметь соединять звук энергетику и воздействие на воду кто знает какие упражнения для этого нужно делать кто знает тишина в чате ну предположим миленькие мои что мы слушаем очень интересно спасибо светлана ладно предположим что в общем то для этого может быть еще рановато на тренинге я вам расскажу как внутри себя выстраивать линию звука и концентрировать ее на водичке я расскажу вам об основных законах энергообмена каким образом мы должны отвечать за ту энергетику которую выпускаем в мир пускай даже посредством воды как добрую так и недобрую многие из вас слышали что у час святки заканчиваются да на крещение девушки гадали с ужиного выглядывали в воде выливали какие-то беды свои ребенку испуг выливали заговаривали неужели наши предки были такими дурными суеверными что не имея аптек не имея огромных фармфабрик не имея огромной сети разветвленной поликлиник и больниц обходились всего лишь водой да обходились обходились живой водой обходились мертвой водой общий смысл мертвой воды в том что в ней нулевая информация и за счет снижения этой лекарствоводности вам об этом наверно завтра эдуард более подробно расскажет она убивает микробов дезинфицирует а живая водичка и и это на более в щелочную сторону сдвинута а живая водичка она более кислая более живая и она придает энергетику организму я честно говоря к этому относилась так довольно таки скептически все таки не как бы ну давали себе знать два медицинских образования и так далее и тому подобное и была потрясена когда мне позвонил друг знакомый из москвы а я живу в минске постоянные слушатели знаю да и говорит слушай мне вот тут на тибете сказали что у вас там недалеко от новогрудка если москвы смотреть то в принципе это действительно недалеко есть два колодца живой и мертвой водой трясена потому что получается что это совсем рядом с моим поместьем тех вот самых заповедных лесах собственно грех где я очень люблю проводить большую часть свободного времени я быстренько нашла это место по карте поехала туда была потрясена действительно стоят два колодца в одном водичка играет ключиком вот такое впечатление штамм минералка в бутылке она от себя играет позванивает ну не стоит на месте и что удивительно на ней такая крышечка деревянная светлого дерева как будто общем то и и вот-вот сделали а во втором колодце несмотря на то что там мох растет вода стоит темная как смола и вот даже листик на поверхности он не колышется хотя ветерок определенные есть очень много было разногласий и крышки нету очень много разногласий у местных жителей где живая может быть там где мох растет хотя вот она темная как смола и неподвижная или вот та которая играет но я в общем то определила свою энергетику у меня не было сомнений на этот счет они рассказали такую интересную вещь на колодце с мертвой водой оказывается крышка сгнивает каждые 10-15 лет они замучились делать и перестали делать вообще а на колодце с живой водой уже около 50 лет вот эта деревянная крышка стоит и она стоит там как новенькая потом впоследствии я нашла еще одну пару таких колодцев в краснодарском крае недалеко от станицы шапсукской и по словам в общем то опять таки очень и очень мудрых людей с которыми я общалась пар таких колодцев на земле всего семь и очень печально что эти колодцы причем именно колодцы с живой водой последние пять лет стали иссыхать это удивительно но одновременно начал высыхать колодец живой водой истощаться и тот который под новогрудка и в тот же год я поехала на дальменное в краснодарский край и сказали что и там иссыхает колодец живой водой биоэнергетики с которыми я разговаривала говорят что вода мертвая она более соответствует иньскому состоянии энергии женскому началу а вода живая она более соответствует мужскому началу янскому действующему энергичному и как-то вот очень печально что у нас вот это вот мужское начало куда-то вот начинает деваться вместе с вот этой вот самой живой водой опять-таки общаясь с этими людьми общаясь со стариками с людьми которые очень много работали с водой я уяснила что оказывается это все нельзя запускать на самотек колодцы нужно восстанавливать родники нужно восстанавливать их нужно очищать иначе ближайшие годы мы столкнемся не с проблемой дефицита нефти не с проблемой дефицита денег а с проблемой дефицита воды люди относятся небрежно к самой большой драгоценности которая есть у нас на земле к чистой воде мало того что мы не умеем ее использовать себе во благо себе на пользу а вот это то о чем я говорю биоэнергетическое живое доброе отношение к воде мы еще и всячески изгаживаем природу ведется где-то стройка копается какой-то котлован перерезали подземные жилы водяные все пересохли родники пересохли родники оскудевают реки я думаю что очень многие из вас обращали внимание на то что места где вы живете или где-то вот бегали в детстве где-то у бабушек на берегах речки эти речки очень и обмелели даже наши великие реки они значительной степени обмелели я в детстве жила в тверской области в городе торжке у бабушки на берегу речки тверца и я ее там с трудом могла переплывать посередине был островок на котором я обычно отдыхала нас все время пугали что там в этой речке топляки со времен войны остались это бревна которые одним концом воткнуты в дно а другим торчат кверху в него можно стукнуться ну и в общем то утонуть речка была родниковая холодная родники там были чудесные как же я была потрясена когда через 20 лет приехал туда я не увидел этого островка почему он оказался уже берегом река обмелела наполовину я была потрясена я пошла к местным старожилам я пошла к той старенькой старенькой бабушке у которой я первые азы травничества постигала именно там в тверской области игру что делать она говорит если люди это все что сказки что пугают по телевизору что будет конец света конец света вот если мы речку матушку не восстановим вот то будет конец света поэтому миленькие мои я буду рассказывать вам о тайнах воды я буду рассказывать вам о силе воды я буду рассказывать вам на тренинге как эту силу приобрести попросить воду поделиться с вами этой силой и я буду рассказывать вам о том как попросить постоянную поддержку природы, постоянную энергетику воды держать рядом с собой, очищая, восстанавливая родники и реки. Кому интересно, добро пожаловать. Что касается крещения, я думаю, что Эдуард об этом вам будет очень подробно говорить. И тем не менее, буквально в двух словах. Дело в том, что крещение – это не христианский праздник. Большинство христианских праздников происходит именно в те моменты, переломные моменты. Которые в большей степени являются поворотными в жизни нашей планеты, в жизни космоса, в жизни нашего Солнца. И, в общем-то, согласно ведам русов, этот праздник назывался «Водосвятие». Это день, когда Солнце, Земля и центр нашей галактики располагались так, что открывалась между ними одна общая линия между сердцем нашей планеты, через Солнце и галактики. Это вот представьте себе, как три человека в очень-очень густой толпе, вот как-то вот случайно так толпа выстроилась, что вдруг все трое друг друга увидели на одной линии. Так и мы с нашим солнышком, с нашей Землей и с галактикой друг друга видим. При этом открываются очень сильные энергетические каналы. И вода в крещенский сочельник где-то с пяти до одиннадцати часов вечера обнуляется. Ее свойства становятся полностью нулевыми. И эта вода похожа на мертвую воду. Обливаясь ею, выпивая ее, можно уничтожить все негативные программы в своем организме. А на следующий день, в праздник крещения, с двенадцати дня и до четырех дня водичка становится живой. Обливаясь этой водичкой, можно зарядиться энергией на весь следующий год. После этого вода очень быстро, в течение часа-полутора, возвращается в свое обычное состояние. Но хочется облиться где-то в купеле, в чистой, на роднике, в речке. Имейте в виду, что вся вода на земле под открытым небом приобретает эти уникальные свойства. Можно просто набрать ведерко воды и выставить его на балкон, на улицу, и потом им облиться. Можно также стаканчик даже поставить, и то это будет уже действенно. Поэтому, в общем-то, переживать, что вы там не попали куда-то на купель или в силу каких-то своих личных качеств, заболеваний, возраста и так далее, и тому подобное, не нужно. Было бы желание. Помните, мы тоже состоим из воды. И эта вода также обладает этими качествами. Другое дело, умеем ли мы общаться с этой водичкой, из которой мы и состоим, которая бедная, несчастная, изувеченная, изнасилованная, из наших кранов течет, прошедшая, бог знает, какие химические фильтры. И с той, которая в речках течет. Сейчас уже, наверное, очень сложно найти чистую воду. Меня дочка спрашивает, младшая мама, я вот воду из нашей речки пью. У нас там речушка маленькая течет возле моего поместья, но она родниковая, очень холодная. И она говорит, мне папа не велит воду пить, а я пью. Я говорю, доченька, я тоже пью. В нашей речке вода чистая, потому что там форель водится, потому что там аэр растет. Они не водятся там, где вода грязная. Но таких рек осталось крайне мало. Большинство рек загрязнены. В колодцах, если колодец, Евгений спрашивает, а в колодце, если у вас колодец на вашем участке, и вы знаете качество воды оттуда, конечно, вода там тоже становится именно по электропроводным, по энергетическим, по святым свойствам. Именно такой. Сочельник она очищает, обнуляет организм, а в крещение днем она заряжает его энергией и заряжает, в общем-то, силой и радостью всеми качествами, которые бы вы захотели иметь, обратясь к ней. О, из Пшатских речек, привет. А что же это у нас? Кто там из Пшатских речек? Очень и очень рады, и очень низкий поклон Пшатским речкам. Это святое место, на которое я езжу каждый год. Для меня это, в общем-то, университеты. И у нас там проходят семинары летние, где мы на практике учим общаться со стихией воды, воздействовать ей на свой организм, на организм ближнего. Я думаю, что в этом году, в конце августа, в начале сентября, опять-таки будет у нас там проведен такой практический семинар. В конце января, я вот не знаю, Оксана вам объявит, точнее число, у нас будет ознакомительная бесплатная встреча, на которой я расскажу о начале курса травоведения, фитотерапии, аюрведы и энергетика для начинающих. Мы эту практику, вот проведение вот таких курсов, наверное, будем постоянно проводить. Мы начнем этот курс. Теоретические знания. Мы вот сейчас в зимний период пройдем с вами дома, у своих экранов компьютеров, а на практике мы всему этому будем обучаться летом. в разных местах России, куда мы поедем, куда нас пригласят. Но вот именно энергетические моменты с вами мы будем рассматривать именно в Пшаде, на Дольменах, в речках, на берегу моря, на горах в конце августа, в начале сентября. Я, наверное, уже закругляюсь, потому что, если кто-то что-то хотел спросить, уже бы спросили. Вопросов нет, миленькие мои? Что-то вот тихо как-то в эфире. Наверное, вам скучно и неинтересно. Я по-научному говорить сильно не умею. Единственное, кто соберется прийти на мой тренинг, опять-таки попрошу запастись вниманием, водичкой, в стакане желательно, в прозрачном, без всяких картинок, потому что вода и картинки тоже воспринимает. И карандашом, и блокнотом. Не для того, чтобы записывать рецепты, которые я буду вам рассказывать, а для того, чтобы записывать мысли, которые будут у вас возникать, когда мы будем с вами работать на энергетическом уровне, основы энергетики пытаться постигать. Потому что я по себе знаю, когда вот идет такой процесс, идет общая работа, в период вдохновения появляются какие-то хорошие, светлые мысли, но они вот мелькнули, и все. То ли ребенок отвлек, то ли муж позвал, то ли кошка где-то рядом мякнула, то ли какая-то следующая интересная мысль пришла, все, раз, и мы забыли уже. Вот помним, что что-то было очень важное, очень хорошее, но куда-то пропало. Так что, миленькие мои, или блокнотик с ручкой, или диктофончик, кому что удобненько, я иногда линююсь писать, у меня диктофон с собой, я все это записываю. Я с вами буду встречаться в среду в 7 часов, если я не ошибаюсь. Оксана Георгиевна вам сейчас уточнит это все. В 19.30. В 19.30, да? Да, да, в 19.30 начало. В 19.30, мои миленькие. Значит, в среду в 19.30 я вас всех, кто захочет, кому это интересно, жду. Единственное, у меня будет просьба к тому, что кто действительно очень и очень хочет поработать с энергетикой в прямом эфире, постарайтесь не ужинать. Я понимаю, что это поздно, я понимаю, что как бы, может быть, кто-то с работы придет голодный. Попейте чайку, можете молочка горячего попить, с медом, с маслом, оно хорошо голод убивает. После обеда постарайтесь не кушать. Хорошо? Чтобы мы с вами поработали плотно и практически. А потом, я думаю, мы с вами водичку зарядим, мы с вами эту водичку выпьем и вам уже, может быть, даже кушать и не захочется до утра. Итак, я вам всем благодарна за то, что вы сегодня пришли, потратили время, послушали нас и я, в общем-то, с вами прощаюсь до среды. Вопросиков так по-прежнему и нет, я не вижу, да? Ну, значит, всем все, наверное, понятно, мои хорошие. Тогда до свидания и всего доброго. Огромное спасибо за выступление. Мы идем дальше. У нас сегодня гость, я предупреждала. Спасибо Эдуарду Александровичу и Ольге Олеговне. И сейчас я хотела бы, во-первых, рассказать о том, что будет, да, о том, что будет на курсе, ну, буквально пару слов. И вас ждет сюрприз, о котором я говорила. Я сейчас хочу представить вам еще одного гостя, который будет выступать впервые, да? Впервые. Наверное. Впервые в своей жизни. Приготовьтесь. На этом наш вечер еще не заканчивается. Ну так, для тех, вот уже пишут, для тех, кто хотел оформить заказ. Сейчас я покажу на презентации. Вот слайд. У нас получается впереди такой курс целый Тайной Крещенской воды будет представлен один день. 16-го числа будет выступать Эдуард Витюк с темой Тайной Крещенской воды. Вы только что слышали, о чем там будет. И очень интересно. Я просто кусочек лекции в прошлый раз получилась застать, но тем не менее мне очень, очень, очень пригодился. Практически пригодился. И, конечно же, вековые Тайны воды, о которых только что вам рассказала Ольга Спиридонова. Я думаю, что это крайне интереснейшие лекции. И каждая лекция, если вы захотите пойти на какую-то одну определенную встречу, тогда вы можете оплатить. Вот у нас сейчас находится баннер вверху над чатом. Вы нажимаете там, где находятся стрелочки. Вы видите вековые Тайны воды, запись и стрелочки. Нажимаете на него и переходите на страничку, где полностью, во-первых, можете прочитать, о чем будут эти встречи, страничка заказа. И выбрать любую. Если вы выбираете одну, то стоимость участия полторы тысячи рублей. Но если вы захотите перейти на две встречи сразу, то внизу делайте заказ. Я вам рекомендую лучше на две встречи, потому что, ну, действительно, такие интересные, такие глобальные знания и с одной стороны, и с другой. И тогда скидка, скидка целую тысячу, то есть можно за две тысячи поучаствовать в двухдневном курсе. переходите вниз страницы, в самом начале страницы можно кликнуть участвовать и в конце. Сегодня закончилось, ну, можно так сказать, что закончилось анкетирование, голосование. Собираетесь ли вы купаться на крещение? Так, подождите, я перешла, но нажимаю на кнопку «Оформить заказ», снова появляется тоже окно. опуститесь ниже, ниже, на самую последнюю и «Оформить заказ». Или напишите, вы можете полностью оплатить через группу ВКонтакте. Там тоже есть такая функция «Оплатить», вы можете выбрать карту, как оплатить. Вот, и еще буквально подождите, там, минут 20, я зайду, я снова просмотрю вот эту кнопочку. Если какие-то настройки сбились, то я их настрою. То есть, ничего страшного, после нашей встречи вы все равно там все будет работать, не спешите. Мест хватит. Так вот, закончилось анкетирование, мне было очень интересно узнать, собираются ли люди купаться на крещение. У нас участвовало 42 человека в вопросе, и 19% ответили «Я делаю это каждый год и не могу пропустить такое чудо». точно так же, как и я, как и мои близкие друзья, вот Игорь, который присутствует сейчас рядом со мной. Потом 21% ответил «Не собираюсь, но до конца собираюсь, но до конца еще не уверен». И 45% «Не рискну». 14% считают опасным мероприятием для здоровья. «Я считаю, что, наверное, я не думаю, что это опасное мероприятие для здоровья, но все-таки, скорее всего, как хождение по углям. Я когда-то, Игорь, тоже мы вместе, вместе, наверное, постигали эти азы. Сейчас включу видео, представлю нашего гостя». «Я прошу прощения, если ребята захотят, я в конце могу рассказать им правила безопасной подготовки к окунанию в крещенскую воду». «Замечательно». «Желающие». «Желающие». Продолжение следует...